И действительно, когда совершилось это бурное насильственное вторжение музыки в его душу, Ницше, знаток демонических сил, сознает опасность. Он чувствует, что этот поток может увлечь его за пределы его существа. Но в то время как Гёте избегает опасностей, Ницше отмечает осторожное отношение Гёте к музыке. Ницше всегда хватает их за рога. Переосмысление, переоценка — вот его способ самозащиты. Так притворяет он яд, как и свою болезнь, в противоядие. Музыка теперь для него не то, чем была в его филологические годы. Тогда ему нужно было повышенное напряжение нервов, вспышки чувства. Вагнер, музыка, пьянящее, бродящее начало, должна была создать противовес его размеренной жизни ученого, служить возбуждающим средством против трезвости. Но теперь, когда его мышление само обратилось в эксцесс, в экстатическую расточительность чувства, музыка нужна ему как разряд, как своего рода духовный бром, как успокоительное средство. Уже не опьянение требует он от нее, теперь уже всякая мысль стала для него звучащим хмелем, а по прекрасному слову Гёльдерлина — священной трезвости. Музыка как отдых, а не как возбуждающее средство. Он хочет музыки, которая была бы для него убежищем, когда он придет к ней смертельно раненый, обессиленный, непрестанной охотой мысли. Была бы приютом, купальней, кристальным потоком, освежающим и очищающим. Музыка дивина, божественная музыка, горней музыкой, музыкой ясного неба, а не тесной, страстной, душной души. Ему нужна музыка, которая несет забвение, которая не замыкает его в себе, не гонит его обратно в кризисы и катастрофы чувства, словом и делом утверждающая музыка. Музыка юга, музыка прозрачно-ясных гармоний, первобытно-непосредственная и чистая музыка, которую можно насвистывать. Музыка, непричастная хаосу, который пылает в нем самом. Музыка седьмого дня творения, когда мир объят покоем, и только небеса радостно воздают хвалу Творцу. Музыка отдохновения. Здесь достиг я пристани. Музыка, музыка.